Он тут виднешек. Вот так и тут. Вот так и тут. Да, сюда лучше. ...нумерованное с первого по девятый образец это вино, в десятом вокале «Вода». При помощи воды мы освобождаем вкусовые рецепторы от предыдущего образца, потому что вино славится послевкусием, то есть это память у вино. Во время инфраструкции вакуал нужно держать за ножку или за юбочку. Чтобы повторить название, жемчужина Массандры, купаж Каберне и Сапирави, крепость 12, сахар 3,5. Насыщенный цвет такой темно-красный, здесь уже славится наше шею, вот такие сладкие подвяльные ягоды, вишня, чернослив, лесная ягода темная, ежевичный тон. Во вкусе, здесь уже вкус очень такой, более легкий, нельзя сказать, сливка, да? Я не объять такой пространственный промежуток. По одним данным говорят, что виноделие зародило где-то там 7-8 веков до новой эры. Мы виноделы считаем, ну что, появилось человечество, вина не было? Ту дикую гроздь винограды, которую не скучно осталось, она забродила. А когда то попробовали, оно делало человека до безумия храбрым. Так что трудно сказать, что первым появился хлеб или вино. Мы считаем, что вино, но не будем туда далеко забираться. А сразу перейдем в 1878 год. В этом году русский князь Лев Сергей Жарицын. Теория, надо класть на основе модернизма, если его поставили. Правда, что стоит в левушке, в левушке, в вертикально. Да, если она не нужна, то, что подзема нет. Вот у меня дома лежит. Вот. Поэтому все, что вы храните дома, горизонтально. Но тогда у вас возникает вопрос, хорошо, как я пришел на работу, когда положу, и сколько же оно может жить? Так вот, по опыту многих поколений виноделов мы знаем. Белые столовые вина живут 15-25 лет. И потом быстро начинает деградировать в непонятную жидкость. Красные столовые вина живут до 50-ти лет. Десертные сладкие до 80-ти лет. Портвейны до 120-ти лет. И только два вина типа Хереса, типа Мадеры, 150-250 лет. Вот вино, которое я вам говорил, 775 года, это вино из города Херес де ля Франтера. Голисон, помните, что покупал? Но кроме того, зная, сколько... Я вам средние цилиндры назвал. Как мы с вами, кто-то 40 лет, и витамы двумя ножками вперед его вносят, а другие за 100 переваривают. Так вот, так же и вино. Но в среднем я вам назвал. Но кроме этого, мы еще... Мы там группой... Мы там группой... Мы там группой... Сначала, кем-то на воду... И вон, кем-то на воду... 80 метров. Компактно открыто. За вашей спинкой 100 метров, за моей спиной 100 метров. Вот 200 метров здесь, и 80 метров до тех ворот. Под нами точно такая же площадь. Но там осталось стоять 8 тысяч бочечек емкостью. 300-600 метровые. Это для нас маленькая емкость. А так как в 960-63 годах вступали новые площади виноградников, нам нужно было увеличивать емкость дубов. И так же... Вот это наши бандыря из клемки горного дуба изготовили такие большие. Мы их называем по-французски тремя буковками. Бут. Бут. Емкость. 8400 литров. Мы декалитров, поэтому там точечка. Ну, это не ручная работа. Они немножко отличаются друг от друга. Тут на перекрытии же мы стоим, и большие не поставишь. А у нас там вот подвал есть. Там до 20 тысяч литров вот такие большие. Понимаете? 20-ти тонненькие, ну, или с 8. Так вот, здесь температура, чувствуете, совершенно другая. Если я там говорил 12-14 и выше, то здесь наоборот. 20 плюс 40. Чего? А Голесин еще до 900-го года съездил в город Порту, в Португалию. Если чем-то наоборот, я поставил в городе на дне, я вам не знаю.